Что будет в новом эпизоде «Любовь, логика, месть»? Что будет между Эсрой и Азаном? Будет ли Азан открывать дело об опеке над Эсрой для своего сына? Покинет ли Эсра Чинар? Сможет ли Азан развестись с Чеглой? Все и многое другое в нашем видео прямо сейчас. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Эсра и Азан помирились и вместе выступили против Аяза, не забудьте поделиться нашим видео. С возвращением Эсры и появлением нового брата жизнь Азана начала путаться. Интересно, как он теперь с этим справится? Проблемы с Чеглой никогда не заканчивались. Эсра пыталась привыкнуть к ее отсутствию. Может быть, он не мог забыть, но отсутствие Эсры немного облегчило Азану. С его приходом равновесие Азана было полностью нарушено. На самом деле то же самое относится и к Эсре. Эсра не показывает, что очень расстроена внешним видом. Однако жить ему нелегко, и кто знает, через что он проходит. Кроме того, когда вышла сестринская лотерия Азана, к бедам Азаны добавилась еще одна проблема. Плюс, есть случай решения вопросов компании. Я думаю, что сценарист слишком сильно давит на Азана. Естественно, пока у Азана столько неприятностей, он может потерять себя и натворить нехороших вещей. Однако есть Эсра, которая изнемогает от этой любви. На самом деле они оба очень жестко относятся друг к другу, действуя не понимая и не слушая друг друга. Затем они пытаются исправить эти ошибки. В недавних событиях Азана узнал, что он отец Атласа. Естественно, он захочет стать отцом для Атласа. Однако такое отношение не будет приветствоваться Эсрой, поскольку она также хочет, чтобы Эсра делала это. Возможно, если бы она проявила более умеренный подход, реакция Эсры на события не была бы такой большой. Гнев Эсры увеличивается с каждым словом, которое говорит Азан. Своими последними словами она дала бы Эсре Азан пощечину. Однако, когда Азан не позволил этого, Азан был официально уничтожен, когда Эсра взяла снежный шар и разбила его. Потому что он отождествил любовь Эсры с этой сферой внутри себя. Отношение Эсры на самом деле будет уроком для Азана. Потому что, несмотря на то, что Азан спросил Эсру, что он дал Эсре. Ведь когда Эсра напомнила об этом Азану, Азану это совсем не понравилось. Браки и Азна, и Эсры были очень неправильными. Самым большим препятствием для них обоих сейчас является их брак. Несмотря на ее решимость развестись с Азаном Чеглой, Чегла делает все возможное, чтобы не развестись. Самый большой козырь здесь – понять, что Эла не дочь Азана. Перед лицом этой ситуации кажется, что Мерт возьмет на себя эту работу. События будут развиваться, когда Мерт захочет провести время с Элой, а Азан узнает, что моя дочь не является отцом Элой, как она знает. Таким образом, между ними и Чеглой не будет никаких связей. С этим событием его и рука окрепнет, и он разведется с Чеглой. Конечно, Чегла приложит все усилия в этом процессе. Так что Чегла не одинок в этом деле. Он будет получать помощь Чинара до конца. Процесс отделения Чинара от Эсры на самом деле будет происходить благодаря Чегле. Увидев помощь Чинара Чегле, Эсра решит покинуть Чинар, когда подумает о событиях. Таким образом, Эсра и Чинар вступят в процесс разделения. Теперь давайте вместе посмотрим, что происходит в этом эпизоде. Айя знает правду об Атласе Эсры. Вот почему он угрожает Эсре сказать правду. В обмен на сохранение этого секрета он запрашивает всю информацию о клиентах компании Азана. Вот почему он дает Эсре день на раздумья. Пока Чинар проводит время с Атласом, Атлас говорит ей, что Азан отвел ее к врачу вместе с матерью. Тем временем Азан занимается тем, что делает Чегла. Чегла взяла свою дочь Элу и пришла к Арифбею. Однако Арифбей очень рассержен действиями Чеглы. Однако Чегла не слушает отца в этом вопросе, забирает Элу и оставляет Арифбея. Чинар, с другой стороны, очень зол на то, что Эсра пошла к врачу с Азаном во время болезни Атласа. Когда приходит Эсра, Чинар сразу же начинает злиться. Особенно он не выносит того факта, что в событиях присутствует Азан. Эсра объясняет предложение Айя за Зейна. Зейна, с другой стороны, говорит, что он должен рассказать Азану правду об Атласе. Чинар не может справиться со своей ревностью, и после разговора с Эсрой она сразу же идет к Азану и злится на Азана. Он предупреждает Азана держаться подальше от своей семьи и уходит. Когда Эсра идет в компанию, Айяз звонит Эсре и предупреждает ее поторопиться. Хотя Эсра конкретно говорит, что она отклонила предложение, Айяз беспокоит Эсру, говоря, что Азан будет очень зол, когда она скажет правду. Между тем, Азан во время разговора с Муссой, с одной стороны, говорит, что совершила ошибку, потому что не отошел от Эсры, а с другой стороны, очень сожалеет, что не смог встретиться с Элой. Затем няня Чиглы звонит Азану и сообщает им, что они вернулись домой. Азан немедленно покидает компанию, чтобы увидеть Эллу. Тем временем Эсра набирается смелости, чтобы сказать правду, и хочет отправиться в Азан. Однако, поскольку Азан отправился к Элле, он покидает компанию, не послушав Эсру, и идет к Чигле. Однако Чигла отправил Эллу подальше от дома. Когда приходит Азан, он очень расстраивается, когда не видит Эллу. Однако Чигла все еще строит планы. Он заставляет Азана отозвать дело о разводе. Азан, с другой стороны, полон решимости развестись и говорит, что подаст в суд, чтобы увидеть своего ребенка. Поэтому они встречаются с ее адвокатом Лейлой и обсуждают, что они могут сделать. Тем временем Чигла пошла по магазинам с Эллой. На обратном пути он вдруг видит перед собой настоящего отца Эллы, Мерта. Хотя Мерт хочет провести некоторое время, Чигла очень злится и быстро уходит от Мерта. Эсра ищет возможность сказать правду. Затем, когда они вместе разговаривали в комнате для совещаний, Азан очень злится на Эсру за то, что она бросила его. Он сердится на Эсру, особенно говоря, что Чинар пришел и предупредил его утром. Затем Эсра идет домой и рассказывает Чинару все о боязи. Поэтому, когда он говорит Азану, что хочет рассказать обо всем, что произошло, Чинар очень злится и просит ничего не говорить Азану. Он говорит, что он отец Атласа и что Азан не должен знать о них. Тем временем Мерт догоняет Чиглу и звонит Чигле, потому что хочет увидеть свою дочь. Чигла очень злится на это, злится на Мерта и вешает трубку. Азану звонит опекун его отца и говорит ему, что он должен покинуть дом и что он не может связаться с Аязом, поэтому он должен прийти и присмотреть за отцом в течение два часов. Хотя Азан сначала не принимает этого, он не выдерживает и идет к отцу. На следующее утро Чинар немедленно идет к Аязу и говорит Эсре отказаться от угроз. Хотя Аяз сначала не хочет принимать это, когда Чинар предлагает действовать вместе против Азана, он решает послушать. Эсра также с нетерпением ждет новостей от Чинар. Утром Муса идет к Азану и спрашивает его о разговоре с Эсрой. Азан говорит, что они разговаривали, а потом он разговаривает с отцом и выходит из своей комнаты навстречу. Когда Чинар приходит домой, Эсра взволнованно спрашивает, что случилось. Чинар не хочет рассказывать, что произошло, и говорит, что они просто договорились. Несмотря на настойчивость Эсры, Чинар ничего не говорит и говорит, что было бы достаточно просто знать, что они согласны. Когда Азан узнает, что компания, с которой он разговаривал на встрече, использует компанию Аяза, он злится внутри, но предпочитает предупредить компанию. Он видит Аяза на выходе и спрашивает, почему он не это сделал. Однако Аяз говорит Азану пока не иметь с ними дела и сосредоточиться на своей работе. Азан забирает Элу из школы и отвозит ее в Зюмрутханэм. Тем временем Чигла и Чинар делятся друг с другом тем, что им не нравится сближение Азан и Эсры. Чинар говорит, что заключила сделку с Аязом, а Чигла говорит, что встречалась с Миртом. Тем временем Эсра пошла в ресторан с Атласом. Зюмрутханэм тоже пошла в ресторан. Поскольку Зюмрутханэм в ресторане, она должна пойти в ресторан в Азанне. Когда Элла видит Атласа, она подбегает к нему. Пока они все вместе проводили время в ресторане, Чигла очень злится, когда узнает, что Азан забрал Эллу из школы. Он сразу сообщает в полицию, и они с криками приходят в ресторан, забирают ребенка и возвращаются домой. Азан должен объяснить ситуацию полиции. Сразу после этого Азан разговаривает со своим адвокатом и рассказывает, что произошло. Его адвокат говорит ему, что ситуация ужасна и что развод будет немного трудным. После этого они говорят о бизнесе с Мусой, и Азан должен поговорить об этом с Эсрой. Покончив с Эсрой, Эсра говорит, что сожалеет о том, что сделала Чигла. Азан, с другой стороны, говорит, что позаботится об этом и благодарит. Когда Эсра говорит, что это не мое дело, Азан говорит, что у нее его нет, и она не знает, как себя вести. Затем, когда приходят Муса, их разговор прерывается, и Эсра покидает зал заседаний. Хотя Мерт изо всех сил пытается увидеть Элу, Чигла не позволяет ему. После слов Чиглы Мерт говорит угрожающе. После того, как Чигла вешает трубку, она сразу же звонит в Чинар и сообщает ситуацию. Чинар собирает совет директоров и приглашает в него Аяза. Он также передал акции компании Чинару Аязу. Когда Азан слышит это, он очень злится и уходит с собрания. Когда Эсра видит, что Аяз покидает собрание, она спрашивает, что случилось с Чинар. Когда Эсра узнает, что произошло, она сразу же отправляется к Азану. Тем временем Аяз отправился к Азану и хотел разозлить Азана, сказав, почему ты ушел с собрания раньше времени. Однако Азан берет это снизу и злит Аяза. Пока Аяз рассказывает Азану, что произошло, входит Эсра. Аяз Атлас говорит, что он твой сын, и рассказывает все факты Азану. Азан не знает, что делать, и в шоке. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашем сериале. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Позаботьтесь о себе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok